Сейчас осталась еще минутка, но мы начнем сейчас. Кто захочет присоединиться, пусть присоединяется. Добрый вечер. Мы закончили в прошлый раз серию уроков по статье Рава Достаточно сложная с моей точки зрения служение Богу, язык Вейцон. Сейчас я хочу начать тему Тура и наука в учении Рава Кук. Как видение хочу сказать, что эта тема во многих местах затрагивает также тему веры и неверия. Поэтому я думал, как назвать урок, серию, но в конце концов установилась Тура и наука, это будет наша основная. Это будет наша основная линия. Я собрал все известные мне источники у Рава, где Рав относится к теме Тура и наука. В некоторых он, как я сказал, уже относится также к проблеме неверия. Рав Шерки мне добавил еще один источник. Поэтому можно сказать, что, по крайней мере, то есть, может быть, не все, но, по крайней мере, большинство источников, которые месту Рава Кук, где он относится к этой теме, у нас будут. В заключение я приведу урок Рава Шерки на эту тему, где Рав делает такое заключение, завершение всему. Вот такое вот у нас будет. Несколько уроков это займет, потому что много материала, с одной стороны, и с другой стороны нужно время это перевести. Пока я перевел не очень много. Если кто-то захочет или сможет помочь, по крайней мере, с литературным немножко оформлением, потому что, мне кажется, то, что получилось, то русский, но это совершенно не литературный русский. Окей, значит, это техническая часть. Теперь, как бы, Рав предлагает достаточно неинтуитивный подход вообще к этой теме вторая наука. Но, с другой стороны, он спорный в иудаизме тоже. В иудаизме приняты в том числе другие подходы к этой теме. Мы, может быть, будем касаться других подходов тоже, как бы, немножко там критикую, особенно на уроке Рав Шерки он поднимает другие существующие подходы. Наша, как бы, главная задача понять направление Рав Кука. И у нас будет еще бонус. У нас будет еще дополнительное. Мы, как бы, что-то сможем выиграть. Мы сможем понять не только, как Рав Кук относится к теме вторая наука, но также, как он относится вообще к теме... Вообще, к очень многим вещам, которые у нас происходят с нами в мире, давайте так скажем. В чате кто-то что-то написал. Хорошо. Тогда давайте перейдем к тексту. Текст есть в нашем чате, и я бросил сюда тоже текст. Так что, кто хочет смотреть... Так, начинаем. Это наш текст. Значит, мы начнем сейчас почти с конца. Шестой отрывок. Для любителей иврита есть иврит. Для всех остальных будем смотреть на мой перевод. Так. Если хвалится современная наука, что освободилась от богословия, то ей следует знать, что, с другой стороны, теология освободилась от науки, запертой в человеческие окулы. Однако, новое имя непременно будет названо для этого высшего дела. Не имя, которое придумают люди, а новое имя, которое Божьи уста вытесят. Теология, свободная от атаков науки. Есть пророчество, особенность Израиля, которое скоро откроется нам. Это отрывочек, который мне добавил Равширке, когда я его спросил, где Рав Кук относится к теме «Тора и наука» и послал ему все, что я знаю по этому поводу. То есть я бы на самом-то деле не догадался, что это относится к нашей теме. Давайте разберем, потому что «Тора и наука». Мы говорим про разделение между наукой и религией. Для того, чтобы разобрать тему разделения науки и религии, давайте поймем, что такое объединение науки и религии. Давайте попробуем это взять на другом примере. Мы знаем объединение, допустим, морали и религии. Что такое объединение и разделение морали и религии? Возьмем, например, культ Вуду. Что такое объединение морали и религии? Все, что морально, это религиозная, все, что религиозная заповедь – это морально. Когда я говорю, что у нас есть разделение между моральми и религией, я могу сказать, что не все, что заповедь – это морально. И не все, что морально – это заповедь. Может быть что-то морально, что есть не заповедь, или может быть даже грез религиозной точки зрения. Есть, может быть, что-то, что заповедь. И это не морально. Это когда мы разделяем религию морально. Когда мы объединяем и говорим, наоборот, есть наложение. Все, что религия считает правильно, это значит морально. И наоборот. Итак, теперь, с этой точки зрения давайте поймем, о чем мы здесь говорим. Мы здесь говорим про объединение и разделение религии и науки. Религия, конечно, в нашем случае юдаизм. Итак, было время, когда считалось, например, это точка зрения Рамбома, что вот именно, что религия и наука, они идут вместе, они объединены. Все, что верно с точки зрения науки, верно с точки зрения религии. Все, что верно с точки зрения религии, верно с точки зрения науки. на сегодня пришла наука и сказала давайте разделяться не все что верно с точки зрения религии верно с точки зрения науки не все что верно точки зрения науки вера за счет зрения религии и религия немножко поплохала посмотрите какой подход стандартные подходы здесь нет 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 что вы что вы что как вот у нас уроки ровшерки когда мы в конце все что говорит религия ну конечно с этим согласно ли все что говорит наука религия конечно с этим согласно то есть попытки тем не менее это обратно состыковать правку принимает это разделение как и симпатии это наука провозгласила разделение религии науки так может быть нам это тоже будет хорошо если религия тоже полностью отделяться от науки это будет хорошо потому что наука такой у нее есть она полностью закована в возможности человеческого мозга оков как бы до человеческих оков даже современная наука которая как бы уже сильно далека от common sense здравого смысла то что называется там не знаю там квантовая механика тем не менее это как бы все равно но чем-то и как-то человека ограничивать когда религия освободившись от науки сможет полететь без ограничений и мы сможем подняться на уровень пророчества куда мы должны это хорошо получается потому что пока мы считаем что религия и наука они соответствуют друг другу то мы ограничены получаемся рамками науки это нам тесто соответственно видим из этого что мнение раба что религия наука абсолютно не обязаны быть сходится а тогда к а как а что правильно что если то что говорит наука не обязательно верно точки зрения религии а то что говорит религия не обязательно верно точки зрения науки как мы противоречие это что-то одно из них должно быть правильно это хороший вопрос не мы будем разбираться дальше оставим его пока не раскрытым но тем не менее мы видим здесь штраф вполне спокойно принимает идею о том что религия и наука они не совпадают и могут не соглашаться то что нет 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 все что верно с точки зрения науки верно с точки зрения религия не все что верно с точки зрения религии верно чтобы вас не мучить а также взять во внимание тех которые смотреть уроки с пропусками таки скажу по крайней мере направление ответа прямо сейчас до ответа да я еще раз повторюсь тема взаимоотношения религии науки она сложная в том плане что были времена когда религия и наука считалась соответствующими одно другое то что правда с точки зрения науки должно быть правда с точки зрения наоборот сейчас как раб говорит наступает время может быть такие времена тоже были в прошлом когда нам абсолютно необязательно чтобы у нас было совпадение религии науки каждый может развиваться сам по себе это будет хорошо и для религии и для науки как же мы тогда снимем это противоречие не может быть что это и другое верно направление снятия противоречия что религия и наука говорят разные вещи это на про общее направление и мы его разобьем уже подробно дальше давайте я остановлюсь здесь до того как мы перейдем к следующему отрывку будет гораздо более длинный важный его я бы определил как эпиграф на тему религия и наука так пожалуйста если кто-то хочет что-то добавить спросить по поводу отрывка который мы сейчас выучили если нет желающих чего-то сказать я давайте тогда перед следующим отрывком я еще немножко введения скажу как бы система раба кука его подход к торе и науке я ознакомился с ним на самом-то деле уже достаточно зрелом возрасте когда я уже очень долго религиозный и это мне немножко взорвало голову достаточно сильно как бы вступила противоречие с тем что я считал по этому поводу до это как бы вот по поводу того что есть другие подходы но как бы раф кук по словам ты его подход изучаешь серьезно как бы вытесняется остальным по крайней мере я говорю про себя итак давайте перейдем следующему это интересный отрывок он вообще вот это только-только вышла книжка недавно относительно я искал этот текст в интернете этот текст даже наявлитель интернете его не нашел плюс большой что я связался с создательством они разрешают пользоваться как бы текстом для уроков так что я смог это взять я перевел отрывок значит о чем идет речь урава есть книга называется света вера как бы него там несколько глав по поводу изучали то сейчас выпустили приложение к этой книге основная тема которой где рав критикует других раввинов в основном раввинов главпоколения за то что они не занимаются изучением еврейской мысли еврейской философии резкого мусора и каббалу он очень сильно критикует очень остро да то есть как бы мы сейчас что будем читать нам нужно взять немножко вот как бы то есть мы берем резкий отрывок отрава понимаем что он относится к серьезным очень людям но я ему привел потому что нам он важен значит наш второй отрывок а вот вот приложение к книге урота тора так начиная и соответственно параллельно мы уже тоже будем пытаться разматывать намеки раму так тексту добрый вечер на великих вторых в нашем поколении возложена очень большая обязанность заниматься исследовательской частью то основами тора и и принцип прояснять мнение по вопросам веры и другим обязанностям сердца чтобы знания касающиеся желания сердце еврея не было фрагментарным и поверхностным за почему то так важно тем самым умножится мир в израиле потому что так как великие люди поколения заняты всем своим талантом во словах веры то много прояснится и в их сердцах уравновеситься в мудрости и нам не придется бегать от любых исследований и здравого смысла это вот здесь уже немножко намеком но тем не менее слышно очень жесткая критика что в тот момент когда великий этим не занимается нам приходится бегать от здравого смысла и каких-то исследований в торе давайте посмотрим что раз пишет дальше также из-за скудности знаний об основах веры происходит очень сильное противоставление мнений и ненависть братьям почему так происходит потому что природа каждого последователя тора не знающего основу лохи будет устражать больше чем требуется а средний путь любимые желанные которые есть путь бога не может появиться кроме как широкое глубокое знание благодаря которому он знает как положить путь к тому что облегчить а что устражить там говори здесь что в практической практическом законе то есть мы предпочитаем разрешение почему очень потому что чтобы запретить что-нибудь много ума не надо на всякий случай давайте запретить чтобы что-то разрешить очень хорошо разбираться в теме и только тогда могу разрешить поэтому кто-то разрешает я понимаю что хорошо разбирается и предпочтительно идти за это у нас принцесса в практической законе но ров говорит что это не только в практическом законе и здесь как в случае в практической аллахи так в случае мнения основ веры тот кто не дополнил себя глубоким и широким знаний мнений торы по всем их основам и источникам внимательно и соответствующим охватом темы тот вопросе мнение основ веры как обычный человек и по наивности всегда желание будет тянуть его в сторону устражения и превращать остановимся здесь и так ров протягивает нам параллель из того что мы знаем в законе на то что касается также мнений очень простой принцип тот кто не учил он простак в этом вопросе если допустим я физик я занимаюсь физикой кристаллы если меня начать спрашивать по поводу физики не знаю термоядерной реакции мои ответы будут настолько же цены как и ответы человек который физику не учил практически вообще почему потому что смотря то что я физик я углубленно изучал только свою подтему другую по тему если я не изучал углубленно то мое мнение по этому вопросу будет такой же человек который ничего не знает на всякий случай его его сердце тянет устражить устражить и не забросили темы основ веры и мнение идеи то в этом поле идея основе они будут так же простые люди а как простые люди может знать человек который ничего не знает на всякий случай его его сердце тянет устражить и как бы чего не вышло это же серьезная вещь это заповеди бога поэтому лучше устражить человек который хорошо разбирается говорит не нужно устражать это можно это нельзя идем здесь человек который разбирается плохо он пытается все запретить везде устражить как бы чего не вышло из-за незнания даже великие в торе если они не занимаются конкретным вопросом в нашем случае вопросом основ веры вопросами идей тора мнений тора то они в этом вопросе как простые люди они будут устражать там где надо и там где не надо спрашивается вопрос ну и что ну и что а какой от этого может быть большой вред раф сейчас нам объяснить какой большой вред может быть тот вопросе мнение основе как обычный человек и по наивности всегда желание будет пнуть его в сторону устражения и и что и и превращать каждую привычную ему идею которая по поверхностному взгляду прямая света в основу из основ то и каждый кто скажет по-другому тут будет считаться отвергающим то и от этого будет распространяться ненависть между братьями из-за того из-за чего не стоит им приходить к этому качеству итак раф предлагает серьезным раввинам великим в поколении вернуться к немножко забытому забытой области тора которая есть изучение еврейской философии основ веры еврейской морали мусара и каббала это как бы такое общее знаю общее такое здание потому что если это будет заброшено и это заброшено то результаты будут очень плохие сейчас мы подробно рассмотрим результаты результаты очень плохие потому что великие начнут в этом вопросе устражать они будут ничем не лучше чем простой который устражает от незнания можно устражать от знания здесь будет устражение от незнания и что тогда будет в мире идеи мире идеи не разобравшись эта идея просто привычная нет или этой дектора основу тора все идеи которые привычные будут читаться основами то поэтому каждый кто скажет что-то по-другому в этом плане будет что-то отступников и будет ненависть народе израиля на пустом месте что очень но это еще не все как это прав начинает дальше дальше происходит еще дальше это еще устражение обсуждениях происходящее от неучения не углубления в основной части тора приводит не только к ненависти благодати к ненависти благодати и к разрушению мира ну и к ереси и оставлению заповеди многое становимся здесь когда евреи то что из-за того что великие не будут учить тут что-то связано с идеями тора но там евреи будут ненавидеть друг друга плохо у терпим а ересь и оставление торы многими это уже практически самые страшные грехи которые существуют когда отвратил человека торы это очень плохо когда отвратило торы многих это ужасно плохо обвиняет здесь раввина том что из-за того что они не занимаются изучением идей и пониманием какая из них это основа тора какая нет для этого нужно как в любой как в любом месте углубиться и серьезно учить это приводит тому что многие оставляют тору это не знаю практически самое серьезное обвинение которое можно кому-то предъявить это очень жестко обвинение ну и кереси оставление заповеди почему это так происходит давайте поймем мы что мы устражаем по всем темам по всем идеям считаем все что все идеи которые которые мы привыкли они основы то почему это приводит к оставлению торы многими давайте почитаем потому что в привычных идеях нам нужно понять что без помощи серьезного изучения и исследования невозможно выйти из точности чтобы узнать какое мнение первичная основа веры такое не основное как вы сказали да так же как в практическом законе также и в аллахе также как в аллахе в практическом законе также и в идеях без серьезного глубокого изучения на на авось бухты барахты не получится ничего понять нужно посвятить этому время усилия мысль и поэтому невозможно разобраться с налетом какие идеи в иудаизме это просто идеи а какие идеи это именно основы торы и за них нужно держаться от них без них никуда и вот это выделение моё и вот ясное дело что мнение лежащие в основе тора покуда мир улучшается и расширяются науки добавят ясность это с моей точки зрения это немножко скобочки которые очень нам дают такое вот окошечко в душу рава вообще рав настолько уверен как бы в правоте и верности иудаизма очень простую вещь если иудаизм это верно если иудаизм это правда но когда человечество будет развиваться будет подниматься науки будут углубляться из-за того что будет распространяться знания основы торы будут только укрепляться и не могут трястись и разрушаться это его общий подход мы не можем веря в тору и в ее божественности в ее правду и правоту быть против расширения знаний быть против учебы это не не согласуются никак мы не можем даже не только быть против мы не можем даже без эмпатии как вот относиться к этой учебе как тут немножко с таким свойственным уклоном наоборот мы продвигаясь с развитием и продвижением мысли науки технологии всего правда должна становиться сильнее основы тора должны становиться четче это общий подход права он не только здесь мы уверены мы уверены что дух божий прибывающий на нас никогда не что не истощится и победа истина несомненно со всех сторон однако многие привычные мнения о которых у нас нет верной гарантии и многие из них в течение времени оказываются не такими какими мы привыкли их изображать мы не разобрались с сомнениями какие основы тора какие нет не разобравшись мы все мнения привычные нам считаем основами тора и вот молодые люди посещающие школу увидевшие свет современной мудрости справедливо будут смотреть с отвращением на тех кто хочет настаивать и говорить что только старые мнения все подчеркивание мое верные когда истина ясна что по ошибке они считались истиной давайте попытаемся разобраться про что Рав здесь говорит что это за молодые люди посещающие школы увидевшие свет современной мудрости про что это мы говорим которое будет справедливо смотреть с отвращением на тех кто хочет настаивать и говорить что только старые мнения верны все когда истина ясна что они по ошибке считались истинными мнениями то есть нам ясно становится что какие-то изменения юрдаизма они ошибочны уже однозначно но так мы не разобрались какие основы тора какие не основы тора то мы устражаем как Рав написал выше и все считаем основами тора и поэтому люди которые получают образование ходят в школу они с отвращением смотрят на таких людей и мы сейчас это прочитаем в конце концов вообще отринут всю тору так как мы же говорим что все мнения они верны все мнения они тору так же и те которые ясно уже что они не верны и так на какие мнения Рав здесь намекают на какую мудрость современную Рав здесь намекают по поводу людей которые ходят в школу и так что вы считаете что вы здесь видите какое ваше мнение пожалуйста никто ничего не хочет сказать на могиле учимся один я буду говорить мне хорошо кто-то у кого-то есть какие-то мнения какие-то идеи ну получается что те люди которые как бы вот сугубо в таких религиозных догматах находятся да и они говорят вот это главное как бы это вот вечные такие ценности а вот то что наука там открывает там что-то появляется новая информация это все неважно ну и получается те молодые люди которые как бы вот имеют современное образование глядя на тех кто вот на старых этих постулатах стоит получается что они они с ними получается расходятся в своих убеждениях то есть современный взгляд получается он развивается и он получается перевешивает традиционный взгляд религиозный сугубо да почему я только хочу уточнить то что вы говорите почему потому что в религиозном взгляде есть две составляющие мнение которое основы веры и торы и они с расширением науки мудрости и так далее должны только усиляться и мнение которое не обязательно верно а просто мы к ним привыкли а так мы не разобрались что куда то мы все тянем в одну кучу у нас все оказывается основами веры даже неверные мнения так вот я спрашиваю что это за неверные мнения и что это за развитие науки да то есть давайте я уже тогда отвечу или кто-то еще хочет сказать давайте я тогда скажу значит мне кажется здесь знаешь идет речь о допустим теории эволюции и о космогонических теориях человек который ходит в школу он учит там про теорию эволюции он возвращается домой ему рассказывают что мир был создан за 6 дней или за 7 ему 6 тысяч лет пойдя на урок физики не знаю там что-нибудь еще он учит что миру нашему 13.7 миллиардов лет был большой взрыв и так далее он говорит ребята не сходится что говорит Равку он правильно говорит что не сходится кто виноват но виноваты тем что не разобрались а является ли идея о том что мир создан за 7 дней основы веры а является ли идея о том что мир существует 6000 лет основы веры или нет если нет то что у нас возникнет другой вопрос зачем тогда эти идеи нужны и что в них хорошего и почему они пришли это уже будет второй вопрос но первый вопрос является ли это основа веры если является то за это нужно держаться а если не является то это можно оставить и сказать что это не по простому что это аллегория что это идея которая была нужна в свое время а сейчас мы идем дальше и можем ее оставить и так мы уже понимаем здесь как бы направление намеки здесь однозначные так значит я подытожу до этого момента еще раз мы говорим у нас проблема с религией в том что так же как практически так же в идее идей если мы не разобрались где основы тора а где идеи привычные но необязательные мы начнем устражать и все считать основами тора огромный из-за этого минус это что когда люди соприкасающиеся с наукой и развитие мудрости понимают что какие-то неоднозначно неверные они начинают презирать всех держащихся тора и они в конце концов сами оставят тору потому что следующие следующие торы идущие заторы держащиеся торы они считают что все эти идеи это основа в том числе идея которая понятна всем на что они неверны это колоссальная проблема ну что вернемся к тексту дальше но эти молодые люди выучили дома в синагоге что все привычные идеи считаются основами веры то что объяснили раввины поэтому они отрицают всю веру и исключают себя из общины израиль итак у нас получается катастрофа люди которые идут учиться соприкасаются с мудростью и как Раф сказал от соприкосновения с мудростью основы торы если это правда и это правда должен только укрепиться и они там видят что часть идей к которой мы привыкли они не верны однозначно не верны но их научили что все эти идеи в том числе те которые они видят что они однозначно не верны это основы тора и они отрицают отвергают всю тору на ком ответственность за такое поведение на главах поколений которые не нашли достаточно времени и сил для того чтобы углубиться в основы торы и понять какие идеи это действительно основы веры а какие идеи это что-то что как-то сделала свое дело и может дальше гулять с ним можно уже это оставить и идти дальше итак люди которые оставляют торг делятся на два на две на на два отряда на две группы целостные целостные которые получают только общую нравственную силу и все же не сын нашего народа а скверные так основание веры разрушено у них совершенно разрушено основание нравственности а не позор человеческого народа итак люди которые оставляют веру делятся на два лагеря чтобы это объяснить я приведу Равкука из другого места Равкук объясняет занимается вопросом как так происходит что люди держатся за мелкие идеи и отказываются менять их на более возвышенные на более великие идеи Рав объясняет потому что на основе этих мелких идей человек строит свое здание свое морали если ему нужно отречься отринуть эти идеи то здание которое он построил морали тоже разрушается и человек к этому не готов например да допустим возьмем коммунист все его моральное здание почему нужно быть моральной и так далее стоит на основе его коммунизма если я сейчас приду попытаюсь доказать что коммунизм это ложная идеология он не сможет меня услышать потому что тогда потрескается и разрушится здание морали которое он построил на этой идеологии или не знаю человек который защищает природу или там левый или правый неважно очень часто у человека на его идеологии на его мнениях на его идеях стоит здание его морали и поэтому человек отказывается менять эти идеи эти мнения потому что тогда ему кажется что здание морали который на этом построил разрушится это серьезная проблема возвращаемся к нашему это молодежь которая оставила то делится на две части вторая часть то что мы сказали так как вся их мораль была построена на основе тора тот момент когда мы им приходится отринуть тору так они видят что ну то что все что мы сказали что все мнения это основы тора отчасти не видишь абсолютно точно они не верны то у них также разрушается их здание морали которое было построено на основе тора и они становятся позор человеческому но есть как бы лучшие люди которые общие которые отрицают тору но тем не менее их здание морали стоит само по себе это уже лучшие но тем не менее и те и другие отрино ритор вышли из народа израиля нехорошо очень опять-таки обвинение в таком процессе право возлагает на главпоколение и все это происходит только от неумения отличие отличить что-то фундаментальное чего-то второстепенного если бы была проделана эта работа и раввины бы изучили какие мнения действительно основа того а какие абсолютно необязательно то этой катастрофы бы просто не было но если великие мужи будут стремиться заниматься законами мнений то укрепятся руки они будут знать чего требует от нас наш бог и каковы мнения лежащие в основе тора и принципов израильской морали а каковы мнения которые не имеют четкой формы и могут развиваться по мировоззрению каждого судьи то есть есть мнение которое основа есть мнение которое можно так можно иначе и с чем раввина сравнивает давайте посмотрим и переполнить меру в вопросах веры принимая все за основу приводит недобору мера там где-то действительно основа это как бы на иврите звучит лучше но я попытаюсь объяснить почему тут речь имеется ввиду когда у нас есть мера чего-то если я хочу взять больше я насыпаю с горкой это называется переполнить меру когда уже выливается за края высыпается так вот это желание взять побольше приводит к тому что у меня оказывается не только не с горкой а у меня еще высыпается из того что без этой горки бы еще не осталось да и переполнить меру в вопросах веры принимая все за основу когда говорю что все основа взял как бы больше чем нужно плохо это приводит потому что становится у нас мера недополненная оказывается приводит к недобору мера там где-то действительно основа когда люди бросают настоящую основу однако где же приясняться эти вещи таким образом чтобы они не навредили моральному состоянию народа а наоборот добавили ему мощь только то что великие торы богобоязненные выкормили на коленях тора и служение с божественным трепетом обратили свое внимание просветиться в основах тора расширить свое мнение о вопросах идей скрытых мыслей когда эти законы прояснятся на благо нашего народа и для возведения основания нашей святой тора чтобы понять какие идеи это основы тора а какие нет нам нужно нам не достаточно по вершкам или по корешкам пройтись нам нужно глубокое знание всей тора от начала до конца открытые ее части закрытые ее части законов реально законов действия и мысли и так далее я должен обойти всю тору глубоко включая каббалу включая идеи мораль включая философию религиозную я должен обойти всю тору по всей глубине включая аллаху включая все и тогда только я смогу понять какие идеи это действительно основы а какие абсолютно необязательные то есть это не работа для простых людей как я допустим мы с вами и так далее это работа для великих но если эта работа она забывается то это приводит к оставлению тора абсолютно верному оставлению людьми которые себя прикасаются с наукой то есть давайте вернемся к нашему к нашему эпиграфу мы мы говорим что настало время сегодня разделение науки и тор то что наука говорит верным не обязательно тора считает верным и наоборот сейчас по поводу идей есть сильное очень требование от великих торы изучить и понять какие идеи они основывают какие нет равном уже намекают здесь например идея сотворения мира за 6 дней идея том что мир 6000 лет абсолютно не обязательно и нигде никогда не считается основой тора и поэтому считать ее основой тора сегодня это глупость приводящая к ереси и отходу от тора многим ну вот как-то так вот так вот мы резко начали нашу тему тора и неверия тора и тяжело немножко потому что как бы действительно часть она очень резкая она очень резкая весь этот как бы вся эта добавка она вот в каких-то нах выдержана она очень резкая просто я вырезал для нас то что нас касается по поводу вот именно углубления в идее и разделения понять какие идеи это основа какие нет это очень важно не просто так это очень очень важно разответственно потом дальше в разных местах то что я выудил да какое его мнение по отношению к теории развития теории эволюции и так далее да мы это все потихонечку выучим но сейчас как у нас идет общее направление где раф говорит этим нужно заниматься так же серьезно как и другими основами другими частями то ну вот как-то до сих если кто-то хочет что-то сказать я буду очень рад и мы более-менее сейчас заканчиваем наш первый урок пожалуйста если кто-то ничего не хочет сказать я хочу сказать что на самом деле при таком упрощенном взгляде на все эти вещи уровень служения богу не поднимется вот еще в чем глобальная проблема он останется на уровне страха да вот и не поднимется до того уровня о котором раньше говорил нам Раф Кук то есть поднятие национального не происходит вот я к такому выводу пришла и поэтому люди совершенно по независимым от себя получается обстоятельством остаются вот без поднятия духовного отлично то есть вы говорите то есть у нас остается очень плохая ситуация люди которые люди которые соприкасаются с мудростью оставляют тор соответственно люди которые остаются держащимися за тор у них оказывается примитивный уровень что у нас получается не одна катастрофа а две да 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 и то есть это не только плохо это еще хуже спасибо это идея которая ложится действительно в канву наших рассуждений тех которые мы выучили и я думал что одна проблема сказывается две это абсолютно так к большому сожалению мы получаем религиозных которые находятся на примитивном уровне и нерелигиозных которые находятся на высоком уровне это двойная катастрофа абсолютно верно в общем-то это здесь написано по крайней мере подстрочником большое спасибо Виктория да ну тогда получается что изучая там не знаю допустим перки одним глазом а вторым глазом надо учиться читать какие-то научно-популярные статьи чтобы не оторваться вот современным достижениям так что ли получается всегда мудрость сама по себе это всегда хорошо понятно конечно человек должен быть развитый многогранный это нормально безусловно хорошо большое спасибо всем я немножко такое немножко трясет потому что все-таки не знаю тема такая очень резкая ну хорошо с божьей помощью встретимся на следующем уроке я думаю эта тема займет где-то 4-5 уроков потом я надеюсь нам все-таки нужно будет вернуться и закончить нашу книгу Рота Чува а потом пойдем дальше большое всем спасибо добрый вечер уроки 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 Продолжение следует...